Приветствую вас во второй части. Итак, мы провязали высоту всей варежки. Смотрите, у вас должно было получиться вот таких вот 7 полосочек, то есть 7 поворотов всего у вас высота варежки должна была быть. Теперь, смотрите, начинаем мы с первой спицы. То есть, как я вам говорила, вот наша ниточка краешек, это и будет вот начало нашей первой спицы. Смотрите, сейчас мы будем делать убавление, но так как мы делаем правую варежку, убавление мы будем делать в конце каждой спицы. Если вы будете вязать левую варежку, то вы должны будете делать такие же убавления, но в начале. Смотрите, я вам показываю. Провязываем лицевые петельки, 6 штук, 4, 5, 6. Так как мы делаем правую, мы 2 в конце. Ну, смотрите, когда вы делаете в начале, поворот не нужно делать, а когда в конце, вам нужно будет вот так вот как бы косичку эту пересопоставить. Ну, то есть, вот по рисунку, чтобы у вас за крайнюю косичку уходила, за предпоследнюю уходила последняя, вот так вот по рисунку. Итак, мы сделали одно убавление. Теперь провязываем 2 изнаночные, не забываем, что у нас на третьей спице 2 спицы, ну, то есть, третья и четвертая, на второй спице, простите, вторая и третья. Итак, 2 изнаночные провязываем. Теперь провязываем нашу косичку, но кроме последней петельки лицевой. То есть, у вас сейчас посередине должна быть изнаночная и по бокам 2 лицевые. Точно так же вы снимаете, не провязывая, 2 первые петельки. Первую петельку со второй косички вы поворачиваете, вот как бы, тоже я вам еще раз повторюсь, как бы главную ее делаете красивую. Теперь возвращаете 2 петельки и первую точно так же поворачиваете главную, то есть, по ходу как бы вязания. И теперь за заднюю стеночку все 3 провязываем одной лицевой. Повороты мы делаем для того, чтобы красиво косичка наша ложилась. То есть, если хотите, не делайте повороты, если вам это, в принципе, сложно и непонятно, не делайте повороты, просто, ну, так мне нравится красиво. Провязали до конца все лицевые, 2 изнаночные провязали тоже до конца. Теперь здесь провязываем точно так же, как и в начале, 6 лицевых, 5, 6, и точно так же, вот так вот поворачиваете, и 2 вместе провязываете лицевой. Теперь, следующий, провязываем снова уже 5 лицевых, так как мы 1 убавили. Теперь, 2 последние поворачиваем по ходу вязания, вот так вот. И вяжем вместе 1 лицевой, то есть, снова сделали убавку. Теперь, на этой спице, на второй, нам нужно снова сделать 2 убавления, так как это наша, скажем, ну, здесь 2 спицы на 1. То мы здесь, в следующем ряду, делаем так. 2 изнаночные, вот эти первые, провязываем вместе 1 изнаночной. Это одно сокращение. Теперь лицевые так и провязываем лицевыми все. Вот, все лицевые, до 2 последних изнаночных, провязываем лицевые. И теперь снова 2 последние изнаночные провязываем вместе изнаночными. Лицевые провязываем снова 5 штучек, как и в начале, 4, 5. И 2 последние так же поворачиваем. Просто разворачиваете, вот, чтобы вязать их за заднюю стенку, по ходу вязания. И снова вяжем 2 последние, 1 лицевой вместе. И с первой спицы начинаем снова. Провязываем уже 4 лицевых. 4. Делаем вот эти вот наши, вот такие вот поворотики. И 2 вместе, последние провязываем лицевой. Еще раз повторюсь, когда будете делать левую варежку, то вы просто 2 первые провязываете вместе лицевую. То есть без поворотов, без ничего, просто 2 вместе. А на рисунке убавлять точно так же. Первый ряд вы убавляете 3 средние. Затем второй ряд вы убавляете 2 боковые. То есть 2 изнаночные по бокам вяжете, по 1 изнаночной. И теперь снова мы будем убавлять на нашем рисунке 3 средние. То есть такое сделаем чередование. Снова берем наши 3 средние петельки. И снимаем их все. Переодеваем вот так вот по ходу вязания. То есть поворотики делаем, чтобы провязать за заднюю стенку все 3. Провязываем лицевой. И снова довязываем по рисунку лицевые и 1 изнаночные. На третьей спице точно так же делаем, как на первой. 4 лицевые провязываем. Поворачиваем по ходу вязания наши лицевые и провязываем вместе. Теперь снова первую спицу провязываем, сокращая 2 последние петельки. Сократили и переходим к нашему узору. Теперь смотрите, у вас первая изнаночная, вторая лицевая. Вы их снимаете не провязывая, затем одеваете изнаночную, потом лицевую. То есть как бы поменяли их местами. Лицевую, обратите внимание, по ходу вязания одеваете косичкой. И за заднюю стенку провязываете их вместе. Итак, мы сделали одно сокращение. Теперь провязываем все лицевые по ходу действия. И последние 2 лицевую и изнаночную нам нужно провязать вместе только лицевую. Снова поверните, чтобы она так шла ровной косичкой. И провязываете за заднюю стеночку вместе лицевую и изнаночную. Таким образом мы сделали еще одно сокращение. Теперь третью спицу, как и первую. 1, 2, 3. Поворот делаем двух последних. И провязываем вместе за заднюю стенку лицевой. Теперь первая спица. Снова делаем 1, 2. Последние 2 петельки поворачиваем и провязываем вместе лицевой. Теперь мы делаем только пока сокращение. Теперь лицевые, вот эти начальные наши, провязываем лицевыми. До вот этого момента, где у вас 3 средние лицевые петельки. Теперь 3 средние снимаете, переодеваете косичкой вверх. И все 3 вместе за заднюю стенку провязываете 1 лицевой. Теперь до конца лицевые довяжите их до 3 штучки. Теперь третья спица, 1, 2. И поворот делаете последних двух петельок, провязывая вместе их лицевой. Таким образом мы делаем максимальное сокращение. Затем снова одну провязали лицевую на первой. Повороты сделали двух последних. И провязали вместе лицевой. Так у вас 2 петельки уже. И с первой спицы перекидываем на вторую. Теперь провязаны вот эти 2 петельки одной лицевой. И вот так вот делаем протяжки. То есть смотрите, у вас получается вот эта петелька перенесена была на вторую спицу. Не снимая на нее, вот так вот переодеваете все петельки с нашей внешней стороны, где у вас косичка вот эта лицевая такая. Переодеваете все на нее, как бы нанизываете протяжки такие. Теперь снимаете со второй, переодеваете на третью эту же петельку. И с третьей спицы переодеваете все на вот эту вот петельку. И у вас осталось на первой спице всего лишь одна петелька. Вы эту петельку переодеваете на первую спицу. И точно так же вот так вот продеваете последнюю. Немножечко ее подтяните, чтобы у вас было все красивенько. Вот таким образом, смотрите, мы с вами сделали убавление на варежке. Таким образом, только в зеркальном отображении, я вам еще раз повторю, здесь мы делали убавку на, скажем так, на двухконечных петлях, поворачивая их, то на второй варежке на левой вы будете убавлять две первые. То есть никак не переодевая петельки, ничего, просто две первые провязываете вместе лицевой. Где узорчик у вас, узорчик делайте точно так же. То есть мы сначала с вами убавили три средние петельки одной, затем две по бокам изнаночные, мы по одной изнаночной, затем снова серединка по бокам и так далее. То есть вы делаете такие же самые точно убавления. И нам осталось провязать всего лишь только варежком. И до встречи в третьем видео уроке.